всем привет с вами дэн и на обзоре у нас сегодня впервые классический oris это модель от oris atelier pointer day date это новинка 2018 года и при этом знаете вот что особенно мне приятно это модель с одной стороны и с интересным усложнением и с другой стороны она в актуальном нынче размере 40 миллиметров ну наверное уже и даже не стоит упоминать о том что в последние несколько лет часовой мир вернулся такие классическим пропорциям когда мужская классика не является ни чрезмерно маленькой как скажем там 36 миллиметров в 90 золотые часы носили не чрезмерно большой когда у нас на рынке были костюмники по 43 45 миллиметров в 2000-е годы да и сейчас иногда встречаются в общем эта модель ателье pointer day date reference если кому важно 7 5 5 7 7 4 2 40 53 и у этих часов водозащита 50 метров сапфировая выпуклое стекло с внутренним антибликом супер-люминого на метках и стрелках кожаный ремень механизм oris 755 со стрелочным указателем дня недели на базе силе тс w200-1 26 камней 28800 полуколебаний в час запас хода 38 часов ну и в российском ритейле ценники примерно 130 140 тысяч рублей давайте смотреть часы и как видите вот это вообще фишкорис да что ремень как будто бы наоборот но они делают все ремни именно вот такое крепление вы можете поменять по своему усмотрению но в принципе я думаю что в целом без разницы по размерам я уже сказал что 40 миллиметров вот видите тут даже смотря как мерить но но даже чуть меньше получается стекло выпуклое поэтому часы не будут прям уж совсем тонкий минут меньше 13 миллиметров но если не брать стекло наверно будет что-нибудь типа 11 вот видите уже очень даже костюмник и от ушка кушка ушки у нас не короткие прям такие но 46 миллиметров вполне себе удобный размерчик а конечно еще ремень еще ремень и здесь у нас 20 с половиной примерно а такие изящные аккуратненькие часы с небольшими в общем-то размерами я бы назвал их костюмником но в принципе они под кежел тоже неплохо подойдут но как видите здесь наверное интересная такая фишечка как я сказал усложнение и которая сейчас не видно под заводной головки давайте по этому поводу немножечко поменяем расположение стрелок видите у нас указатель дня недели эта стрелочка и собственно вот это вот интересная фишка особенно она мне нравится как раз на классических моделях когда есть либо вот такая вот стрелочка либо какая-нибудь кочерга там это все так сразу идет и винтаж с одной стороны и конечно же просто в классику и для костюмников как мне кажется это идеальное отображение дня недели потому что когда знаете вот такое окошко там день месяца еще где-нибудь рядышком там день недели и все это ну не гармонично на циферблате обычно обычно смотрится а здесь вот такое расположение оно и симметрии добавляет и какую-то такую завершенности добавляет ну идем дальше корпус здесь небольшой на мой взгляд весьма красивый удался изящные тоненькие такие ушки которые быстренько быстренько загинаются вниз поэтому посадка часов просто прекрасно на запястье даже на небольшом запястье ну видите да они такие очень тонкие сужающиеся вся полировка зеркальная поэтому часы отражают все что можно к тому же у нас и стекло выпуклое и тоже она все что можно отражает и наверное на видео это конечно прекрасно заметно рант узкие и мне как раз нравится что здесь узкий рант он тоже он тоже гармонирует хорошо и с корпусом и с узкими стрелками и вот посмотрите здесь сбоку видно отчетливо что рант у нас крепится отдельно поэтому корпус состоит из трех часов из трех частей ну и дизайн образ завершает такая плоская достаточно заводная головка она не маленькая но она хорошо подходит под винтаж еще важный нюанс то что вот смотрите у нас корпус быстренько идет вниз загибается как бы задняя крышка а головка чуть 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 остается на месте и поэтому очень удобно ей оперировать для меня это кстати удобство потому что если вот она была просто вот такая да как бы без вот этого вот провала можно сказать то был бы не очень удобно ей пользоваться а сейчас вот просто просто идеально можно сказать нравится тонкое мелкое рифление нравится надпись орис на ней вообще вот такая удачная заводная головка она вот такой стиль встречается часто на часах 60-х что что приятно задняя крышка прозрачная под ней можно рассмотреть механизм кто-то любит рассматривать механизм кто-то предпочитает глухую крышку с гравировкой я думаю что идти идти по своему праву тоже зеркальная полировка здесь у нас и ремешок как видим такой светло-коричневый хорошо гармонирует с этим циферблатом серым таким причем видите тут у нас два типа аж гильюшей есть накладные метки полированные зеркальные стрелки тоже зеркальная полировка радует что стрелки правильной длины включая стрелку указатель дня недели ну в общем у ориса традиционно никаких скажем так проблем с правильной длиной стрелкой не возникает и это всегда конечно хороший большой плюс ну что давайте смотрим макро видео сейчас а потом подведем итоги как раз макро видео этот повод рассмотреть дилюши повод рассмотреть стрелочки качество выйти на высоте у нас что очень даже правильно из вот того к чему я могу придраться наверное то что вот логотип здесь не отдельный скажем тогда могли бы например его сделать из стали да но в принципе это кому как это уже на вкусовщина ну и дальше давайте немножечко посмотрим корпус в одну головку хотя видите зеркальная полировка но тут рассмотреть особо и нечего классический кастомный ротор красного цвета ну и механизм и давайте еще вот например посмотрим ушки пыль к сожалению попадает но и вот у нас собственно полировка между ушками тоже идеально выполнена ну и давайте еще баклю посмотрим раз уж подобрались мы к застежки давайте тоже посмотрим потому что здесь она удобная здесь она целиком летая и на мой взгляд это идеальный тип застежки для классических часов потому что ведь она скрытая то есть в итоге вы увидите только вот такой маленький наконечник мы приложу на свое запястье у меня запястье 18 с половиной сантиметров в диаметре вот таким образом очень аккуратно и очень легкая модель и видите загнутые ушки очень здесь хорошо вписываются в общую кануну и упрощают посадку часов на запястье что касается выводов то что скажу строгие изящные классические часы аторис с отличным исполнением с высокими характеристиками плюс здесь есть элементы винтажного стиля и на мой взгляд это достаточно интересная к покупке модель особенно если вы рассматриваете костюмные костюмные часы под костюм например или такой винтаж тоже с пиджаком твой не винтаж а кэжел с пиджаком да конечно в данном сегменте очень высока конкуренция но конкретно у этих урисов слабых мест нет поэтому если вас устраивает дизайн если вас устраивает цена то я думаю что стоит рассматривать эти часы как вариант при выборе классики ну что пора прощаться не забываем ставить царские королевские лучшие на ютубе лайки я на этом с вами прощаюсь всем пока с вами был дэн увидимся в следующем ролике